АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Президент Союза автостраховщиков Игорь Юрген сообщил, что этот тренд сохранится и дальше. Подробности читайте на Политсибру. Лекарства от кашля Эриспал изымают из российских аптек, сообщает информационный портал ТОЛК. Распоряжение выдал Росздравнадзор. Уточняется, что решение принято из-за повышенного риска при использовании лекарства в связи с содержанием фенспирида в составе препарата. Как показали доклинические обследования, употребление этого вещества может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему и даже вызвать остановку сердца. Как проходят будни операционных медсестер, пишут корреспонденты комсомольской правды Барнаул. Оказывается, они верят в профессиональные приметы и обижаются, когда их называют теми, кто зажимы подает. Самое сложное в их работе – стоять на ногах целый день, ведь операции порой длятся по 8, а то и 10 часов. На домашние дела сил и времени не остается, поделились с корреспондентами операционные сестры краевого онкологического диспансера. О самых главных страхах медсестеры есть ли у них, как и у врачей, свое кладбище? Читайте в Комсомолке. На первом объекте площадки туркластера Наукограда «Золотые ворота» появилась вывеска, сообщает бийский рабочий. Объект получил название «Горная страна». Внутри будет кафе и магазин. Фотообъект уже есть в соцсети. Внешний вид постройки должен напомнить туристам алтайские пейзажи, горные хребты и синее небо. На снимках видно, что внутри продолжаются строительные работы. Подробности на страницах бийского рабочего. Барнаулец через суд снизил задолженность перед банком в 60 раз, сообщает московский комсомолец на Алтае. Как жителю краевой столицы удалось это сделать? Ведь банк «Банкрот» предъявил ему сумму более чем на 190 тысяч рублей, читайте на страницах московского комсомольца. Субтитры сделал DimaTorzok